Итак, всем привет, с вами Томгай, и мы продолжаем играть за германскую империю в Кайзеррайх. В прошлой серии мы начали эту Вторую мировую войну, а точнее, на нас начали Вторую мировую войну. Я, кстати, заметил, что у нас тут микро прорыв французов, ну, фигня. Мы смогли захватить Британию, мы, в принципе, прорвались сквозь остальные территории России, осталось здесь просто покрасить немножко, чтобы она капитулировала. Ну, и в этой серии мы постараемся уже французов добить, здесь с Норвегией разобраться, Россию, возможно, капитулировать. И, кроме того, нужно понимать, что Япония там готовит с нами войну, поэтому у нас здесь есть два флота. Один мы все еще, я думаю, оставим в Европе, только единственное, отправим его на ремонт. А вот второй флот, как раз-таки, я думаю, нужно будет отправить на восток, чтобы здесь он сражался с японцами. Вот она и подъехала, Япония объявила нам войну. Те говоря, я тут заметил, что Тихоокеанские штаты дают нам ленд-лис немного, но, конечно, приятно. И так как Япония объявила нам войну, я, получается, очень вовремя отправил наш флот. Правда, конечно, понадобится ему очень немалое время, чтобы добраться до портов. Но, когда доберется, мы сможем уже здесь повоевать нормально с японцами. Вместе с этим наша армия из Британии закончила свои дела там, соответственно, мы ее отправили в Швецию. Будет она завоевывать шведские земли и постепенно завоевывать норвежские. Плюс мы параллельно тут топим конвои всякие интернационала. То есть здесь очень много их войск, ну и постепенно они там горят без конвоев. В России мы потихоньку продвигаемся. Ну и самое главное, здесь вот будет заруба сейчас. Нужно, чтобы наш флот доехал, но он уже вот на юге Африки. Тем временем у нас тот Вильгельм II умер и Вильгельм III пришел к власти. А у нас закончила подготовка наша танковая армия. Очень серьезная. А значит, что мы сейчас начнем наступление во Франции. В принципе, у нас здесь есть мощная танковая и две неплохих пехотных армии с поддержкой артиллерии. И когда понадобится авиация, перебросим мы с Восточного фронта частично. Так что сейчас начнем наступление во Францию. И вот Деникс наступил. Куча боев. Потихоньку авиация начинает тоже вступать в бой. Ну и постепенно прорываемся. Особенно очевидно на севере. Здесь там где у нас танки. Стараемся мы поокружать побольше дивизии. В поле у нас тут неплохое окружение получилось. Ну и постепенно мы душим их. Конечно, медленно, наверное, пробиваемся. Здесь, конечно, вот укрепление есть. Но под артиллерией, даже через укрепление мы пробиваемся. Собственно говоря, на севере вообще все прекрасно. Думаю, мы займем Францию достаточно быстро. Плюс у нас здесь как раз сейчас будет готово правительство уже. Вот мы как раз закончили миссию нашу. И одновременно с этим входим в Париж. Точно говоря, Франция, я думаю, капитулирует незамедлительно. Буквально еще немножко городов нужно будет захватить. И мы будем готовы. Плюс к криптологии мы их расшифровали. Шифры. Можем тоже наступать. Тут самый последний момент. Мы успели довести чуть-чуть наших войск в Ост-Азию. Будем надеяться, что этого хватит. Еще здесь подкрепления потихоньку идут. Будем укреплять здесь позиции как сможем. Решил я, что мы здесь вряд ли сможем в двух провинциях поиграть. А вот здесь вот сможем, потому что здесь у них меньше направлений для атаки. Поэтому передвигаемся мы туда. И кроме того, отправляем сюда наш флот для поддержки с моря. Прошло некоторое время. Мы тут в минусах по снаряжению. Потому что, ну, уж очень затратно было здесь наступление. И просто космические каких-то ресурсов у нас тратят на наступление на востоке. Просто посмотрите на эти потери. Все равно, что враги, казалось бы, да, потеряли в два раза больше, чем мы. Мы все еще теряем больше, чем они. Просто потому, что от истощения мы теряем какие-то космическое количество ресурсов. Ну, и, кстати, средние танки. А, окей, это со всех. Но, в целом, наверное, эти армии-то и будут основными. То есть, как-то вот так, да. Космические потери от истощения на других фронтах тоже. Соответственно, мы немножко остановились на западе. Здесь мы просто укрепились в Сингапуре. Дождемся мы пока здесь все разрешится. У нас не хватает конвоев. Я вовсю их теперь строю. Потому что нам ленд-лизит просто весь мир, все что угодно. Краски из-за этих минусов. Сейчас отстроимся конвоями. Получим их ленд-лиз. Плюс самое важное, у нас периодически не хватает горючего. Потому что, опять же, конвоев нету. Мы не можем импортировать конвоями. А импорт без конвоев ограничен. Но у нас в остальном все хорошо. Мы сейчас остановились. Получили бонус за планирование. И как бы плюс-минус можем уже начинать снова атаку. Здесь мы пока вряд ли будем атаковать. Дождемся пока что разрешить здесь все. И плюс я очень-очень жду, пока Россия наконец-таки сдастся. Потому что потери у нее огромные. Хватили мы уже очень много ее. Но все еще, все еще этого мало. Так что ждем. Но на самом деле с юги Франции можно уже начать атаку, как минимум, танками. Ну и вот, конечно, с новым наступлением. Переправивавшись, восстановив силы. Мы без особых проблем можем добить уже Францию. Я думаю, сейчас возьмем Брест. Возьмем вот этот городочек. В общем-то столицу Квитании. И я думаю, они должны сдаваться уже. Как-то так сказать, уже как бы пора. Да, вот 99%. И примерно на наших глазах сейчас должна быть... Да, капитуляция всего интернационала. Я думал, там еще кто-то что-то осталось. Но нет. Все. Италия. Я думал, Италия великая держава. Прекрасно. Мы можем, собственно говоря, теперь делить весь мир. Кстати, забавная вещь, что есть возвращение в французских территориях. Мы же все-таки с Натантой договорились, что мы будем воевать вместе. И можно сказать, что конференции не было. Как бы гуляйте. Но мы будем честными. Мы вернем Францию их территории. Кстати, насчет Британии я не был уверен. Франция должна была хотеть вступить в Рейхспакт. Ну давайте, допустим, вернем. В любом случае мы, так сказать, сильнее уже. Но если Франция не вступит в Рейхспакт, как это должно было быть, ну, медли Европу, то как бы, ну, мы пойдем и заставим ее вступить. Тем не менее, с Россией, вот, кого я еще не ожидал. Россия война еще продолжается. С Японией так же. С Индокитаем еще идет война. И, собственно говоря, в Северной Ирландии восстание. Начнем вот это, кстати, решать, что делать, с какими регионами. И можно предложить Италию в Сардинии в обмен на то, чтобы они вступили в наш Альянс. И да, я вполне себе это возьму. Как бы, не обязательно делать марионетку. Монархия или республика. Ну, мы, конечно же, оставим монархию, потому что мы сами монархи, верно? Это отлично. И Филиппины. Ну, Филиппины тоже устанавливаем марионетку. Кстати говоря, это сейчас японцам по снабжению должно ударить. Хотя у них и так порта не было. Везем мы часть уже наших армий на восток. Ну, вот они согласны, но территорию передались до согласия, забавно. И мы сейчас начнем отбивать там наши территории. Территории нашей, собственно говоря, где-то там, только тут оставилось, да? По стазе. И затем уже перейдем к выброскам в саму Японию. Правильно, здесь поможем немножко ирландцам. Наши войска вот здесь вот плывут с северной Ирландии. И, наконец-таки, я надеюсь, победим Россию. Собственно говоря, пришли, видимо, какие-то ивенты. И, наконец-таки, Франция стала членом Миттал Европы. Но только я не вижу, чтобы она сменила Альянс. Они все еще в Антанте, а не в Рейхспакте. Я ожидал, что будет именно это. Иначе я бы просто не соглашался. Но в целом, я думаю, такой сосед нам пойдет. Наша все-таки главная цель это победить Интернационал. А так как мы вместе с ним воевали, и я замечу, они все-таки что-то сделали. Они победили здесь Мексику и победили здесь Центральную Америку. То есть они повоевали в Америке достаточно успешно. И нам не пришлось сюда высаживаться. Я думаю, что такие союзники нам подойдут. У нас эти выборы. Ну, дальше продвигаем нашу текущую партию. Более такая демократическая. И паралит с этим вводим женское избирательное право. Потому что почему бы нет. Хотя говоря, мы тут встретили японский флот. Ну и уже не отпустили его. Я подозреваю, что у Японии теперь флота особо-то и не осталось. Ну, из тяжелых кораблей, как минимум. Корабли-прикрытие без тяжелых мало что могут. Собственно говоря, теперь у нас здесь карт-бланш. Хотя он у нас сразу был. Единственное, нам, конечно, мешало то, что у нас на западе здесь было много сил противника. Здесь у нас остается только Россия. Которая, ну, уже скоро. Ну, вот скоро капитулирует. Так что остается лишь победить Японию. И вот с новой армией намного лучше проходит наше наступление. Японцы отступают. Их сиамские. Их кто-то бирманские союзники тоже отступают. Готовим уже высоту, чтобы вернуть Филиппины. Здесь мы держим Филиппины и так. Достраиваем немножко портов, чтобы наши армии здесь не горели. И плюс какие-то были возможные дополнительные базы для начала высоты. Кстати, забавный факт. Я заметил, у Остази это на самом деле неплохой флот. Здесь, конечно, не хватает кораблей прикрытия. Но большие корабли все второго класса. Да и, в принципе, все корабли второго класса. Крейсера даже третьего класса. Три штуки. То есть, они сами по себе вполне себе могут задерживать какой-то небольшой флот. Что меня очень радует. А хотя, как вы помните, мы забрали их в флот в самом начале. И я посмотрел, у них, оказывается, по фокусам строится флот. Это очень круто. Возможно, когда-нибудь я попробую за них тоже поиграть. Взяли мы уже в Бангкок. Тут начинаем просто прорываться. Плюс здесь очень много застакалось в одной провинции дивизии. Следовательно, я сейчас попробую взять и окружить где-то тридцатку здесь. Параллельно, тут Сербия решила бить войну Австрии. Но я не думаю, что в Австрии будут какие-то проблемы с этим. Кстати говоря, здесь Греция захватывает Италию. Ничего себе, что здесь происходит? Посмотрим, если нужно будет мы... А, Греция с нами воюет, да? Так, Греция, эта часть, это помощник России. Ну, значит, мы вмешаемся и поможем. У нас как раз здесь простаивает одна танковая армия. Которая очень хотелось бы здесь поучаствовать. Попросим правого прохода у Австрии. Делаем чуть получше. Чтобы вот эти танки не начали сейчас плыть через весь мир. И поможем Италии свою территорию удержать. А затем здесь тоже повоюем. Вот и подъехала капитуляция Сиама. За ним, я думаю, капитулирует Бирма. И мы, в принципе, практически освободили весь Индокитай здесь. Кто хочет на что-то купить, конечно, давайте продавать. У нас, в принципе, уже супер много ресурсов. Вот мы уже высаживаемся на Тайване. Отбили мы Филипины. Кончили мы здесь сопротивлением. Ну, практически. Отбили здесь буквально. Вот одна дивизия осталась. Но можно сказать, что уже убили. После высадки на Тайване. Кстати говоря, здесь не было гарнизонов. Так что вообще все было без проблем. Мы полетим уже с Тайване рассаживаться в саму Японию. Флота там вообще почти не осталось. Они потеряли его в многочисленных стычках с нашим флотом. Так что это будет просто легкая прогулка. В это время закончилась война с США. Победили там Тихоокеанские штаты Америки. Это МИАРУДУТЛЬ. Это, в принципе, для нас дружественная страна. Она нам даже представляет все еще Ленд-Лиз. Так что пускай она остается на своей позиции, как и была. Нам, в принципе, осталось только вот эти два блока победить. И, в принципе, весь мир будет либо составлять нам дружественные страны, либо те страны, которые нам угрозы не представляют вообще. И вот наступил момент. Мы усаживаемся в Японию. Занимался я стратегическими бордировками. Переключаемся мы обратно на поддержку с воздуха. И, собственно говоря, надеемся, что мы сможем высадиться. Наш флот здесь... А, нет, показалось, что перехватили. Нет, никто не перехватил. Помогаем нашим пехотой, которая высадилась на землю, пробить порты. Здесь можно даже вот так попробовать нажать. И Нагасаки мы взяли. С Хиросимой так просто не получилось. К сожалению, там наши войска понесут потери. Но, зато у нас уже есть порт. И мы, в принципе, дальше без проблем можем захватить всю Японию. И пока я сражался с Японией, наконец-таки каплинировала Россия. А это значит, что мы сейчас займемся переделом вот этих новых территорий. Вот она, видите, как о падении России. Россию мы поделили пополам. И сейчас еще, я так полагаю, будут какие-то азиатские страны. Но, тем временем, мы тут просто уничтожаем в воздухе Японию, чтобы беспрепятственно потом войти в японские территории. У них практически не осталось грузовиков для снабжения. После этого их войска все будут с дебафами. И у нас проблем вообще не будет. И теперь, после продолжительной войны в небесах, я думаю, мы можем возобновить наши попытки пробиться сквозь японскую оборону. Я думаю, здесь особых проблем теперь не будет. Даже здесь вот показывал как раз там, на самом деле, мы пробились без проблем. И я думаю, дальше все будет примерно так же. Параллельно мы еще какие-то припасы сзади. Разбиваем. У них немного не хватает снабжения у всех. В общем, все позитивное только для нашего вторжения. Вот мы взяли Токио. И я думаю, что в скором времени остальная Япония тоже сдастся. Хотя там, конечно, сутка поддержка войны. Но в один момент не закончатся города. Ну и вот последний бастион Японии. И они уже падут. Собственно говоря, вот оно. Еще надо трансамуру захватить, потому что он отдельно войной еще тоже на нас напал. И после него точно будет все. Ну и тут, конечно, проблем тоже никаких нет. Трансамуру весьма маленькая страна. Без какой-либо авиации особо. Что тут? Ну, полтора самолета. Так что мы просто потихоньку захватываем все ее провинции. И, наконец-таки, трансамуру тоже капитулировал. Кстати говоря, интересный ивент. Беларусь против стать более независимой. Почему бы нет? Собственно говоря, я и в Финляндии, допустим, которая была независима, отдал часть территории, которую можно было по решениям отдать. И другим странам. Как бы, если что-то можно было отдать, то я им подкидывал. Давайте донажимаем все ивенты и после этого можем заканчивать. Ну, и, судя по всему, это все. Примерно такие вот получились у нас в итоге границы. Есть у нас некоторые прори... прорише, я бы сказал, в нашем альянсе. Но, в целом, Франция в нашем экономическом альянсе, так что она от нас зависима. Антанта на самом деле очень слаба. С нашей помощью они смогли вернуть свои территории, но, фактически, у них нету флота, чтобы хоть как-то свою независимость отстаивать, в то время как наш флот очень опытный и очень большой. Так что, грозы Антанта не представляет, тем более, что это родня нашего правителя, можно сказать. А кроме Антанта в принципе блоков и не осталось. Есть еще Австро-Венгрия, которая является как бы нашим союзником, хоть и не является членом нашего альянса. И Каирский пак, который тоже опасности не представляется. Так что, я считаю, что кампанию можно завершать. Вот. Так что, с вами был Топгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Пока.